Теперь переходим на мужчину, вернее молодого человека, который решил созреть как человек, который хочет заниматься своим делом, ну чем-то заниматься, работать там, что-то делать. Смотрите, очень важно знать, что если мужчина или молодой человек не имеет хорошего здоровья, потому что в деятельности мужчина должен вкладывать здоровье свое, то есть свою силу. Здоровье зависит от аскетизма мужчины, у мужчины здоровье зависит только от аскетизма. Если вы думаете, мужчины, вы недостаточно таблеток пьете, чтобы быть здоровым, это неправильно. Вы должны просто чем-то заниматься, чтобы мучить себя. Это может быть качать гири или бегать, или бороться, или плавать, или играть в волейбол и так далее. Но если вы ничего такого не делаете, то есть вы волевые усилия над собой никакие не совершаете, это значит, что работать нормально вы не сможете. Почему? Потому что психика мужчины должна стать закаленной в результате того, что он сам себя заставляет в чем-то, что связано с каким-то спортом, или физической, или психической нагрузкой. Пускай он в шахматы играет, но даже шахматисту спорт не помешает. То есть мужская психика держится на здоровье, на физическом движении, и также на психическом усилии. Если мужчина этого не имеет в жизни, то он устает. Сегодня перед лекцией один мужчина спросил меня, почему я не могу укрепиться в какой-то деятельности, почему я все время хочу поменять свою работу. И ответ был такой, что у вас нет, ну вы не занимаетесь двигательной активностью, то есть вы себя не заставляете ничего в жизни. Вам нужно бегать, прыгать там, качать гири там или еще что-то делать, чтобы себе какую-то волевую нагрузку в жизни. Иногда мужчине хорошо поститься, допустим, очень редко. В основном физическая нагрузка является самой лучшей для мужчины. Иногда пост такой может быть такая нагрузка, иногда, может быть, ему надо обеты какие-то держать, допустим, там в храм ходить рано утром. Но какое-то волевое усилие все равно нужно совершать над собой. Если мужчина никакое волевое усилие над собой не совершает, то на работе развиваться он не сможет, потому что он не сможет вытерпеть психической нагрузки. Понятно, да? Поэтому, когда молодой человек 14 лет, до 20 лет, не надо делать упор на том, чтобы выучиться с золотой медалью. Видел я очень много таких. Они не сильно развились. Почему? Потому что у них не хватило здоровья просто. Они начинали болеть сильно, когда занимались какой-то деятельностью. Я в этом возрасте бегал, закаливался, там занимался тем, что развивал себя как личность. И не жалею вообще нисколько, потому что это было как раз то, что надо в этом возрасте. То есть парень должен быть очень крепким, он стать должен как скала, крепким должен. И потом тогда уже в деятельности он быстро пойдет вперед в развитии. Но если он слабенький, у него нет силы воли, то тогда его развитие будет тормозиться со страшной силой. Очень трудно ему будет развивать себя в деятельности. Потому что единственным стимулом сначала, когда разум слаб и человек еще не понимает до конца, чем ему заниматься, единственным стимулом для счастливой деятельности в мужчине является победа над собой. Вот он смог, добился чего-то в жизни, его оценили, он сделал то, что хотел, и он счастлив. Победа является важным моментом в жизни мужчины всегда. Должен побеждать свою судьбу в деятельности, побеждать. Это развивается в юности, характер. Потом в среднем возрасте, где-то с 20 до 30 лет, обычно идет становление человека в жизни. Ему нужно копить деньги на то, чтобы обеспечить себя, жену, детей. Рождаются дети в это время. Нужно много денег. И поэтому упор идет на способности и самовыживание. Человек, мужчина, который стал крепким, развитым, женщина социально активной. Такая семья легко выживает в обществе. То есть женщина социально активная даже может помочь устроиться своему мужу. Или друзья, ее подружки помогут. То есть она очень сильна в социуме, и она способна помочь семье также и себе, и мужу. Вот мужчина помогает своей внутренней силой волевой в это время. Но упор идет на способности в это время. Не на предназначение. Разум еще очень слабый. Вот что можешь делать, то и делай. Счастья от этого ты не получишь. Просто получишь деньги. Тебе сейчас нужны деньги? Пожалуйста, работай. Для денег это тоже хорошо. Семье же нужны деньги, она не может без денег жить. Вот и работай для этих денег. А в свободное время развивайся как личность. Когда развиваешься как личность, обычно это приходит уже в более позднем возрасте, упор делается на предназначение человека, и здесь происходит смена деятельности. Такой определенный этап, который может быть с 25 до 35 лет или до 40 может быть, когда человек неожиданно для всех вдруг начинает делать что-то другое, как будто бы с нуля начинает свою жизнь. То есть он теряет в деньгах, но зато приобретает в сердце. То есть ему нравится, он чувствует, что в этом есть смысл его жизни, этим заниматься. Но раньше времени это делать нельзя, потому что можно так в деньгах потерять, что жене придется работать, а женские деньги мужчины очень опасные. Это фактически яд. Мужчина не должен жить на женские деньги никогда. Потому что когда женщина зарабатывает на мужа, на своего и дает ему деньги, любовь уходит из ее сердца к своему мужу. Она чувствует себя обиженной, чувствует себя несчастной. И она никогда не может забыть, что она зарабатывает на мужа. Эти деньги, которые она зарабатывает на него, становятся деньгами, разрушающими жизнь семьи. Если женщина что-то зарабатывает, пускай зарабатывает на себя или, может быть, на детей тратит. Или она, если сама захочет что-то подарить мужу, замечательно, но жить на эти деньги не надо. Ну лучше, лучше этого не делать. Если такая ситуация сложилась, ничего страшного, это временно, такое может быть. Но мужчины должны точно знать, что женщина не сможет забыть это унижение, что она работает на мужа. Теперь сразу возникает вопрос, что это за унижение. Все даже должны работать. Ну вот сейчас жена работает на нас, потом я буду работать.